Добрый день, друзья! Начинаем сегодняшнее заседание Клуба Искатель. Сегодня у нас суббота, 25 февраля 2023 года. Первый доклад. Александр Белов, исследователь. Для чего человеку нужен язык? Спасибо за предоставленную возможность выступить. Благодарю особенно некоторых членов нашего сообщества. И не членов тоже. Дорогие друзья, в общем, вот в таком режиме и будем выступать. Режим, как говорится, есть режим. Скорее всего, у созданного человека имелась врожденная способность к обладению языком общения и речи. Это не просто навык, приобретенный людьми в результате эволюции для того, чтобы коммуницировать между собой для создания человеческого социума. Как на этом настаивают эволюционисты, речь еще фактор, формирующий и развивающий человеческое мышление. В процессе жизнедеятельности организма язык обеспечивает способ такого мышления. Речевой акт требует от индивида сложного взаимодействия между речевыми зонами головного мозга, связками, мышцами речевого аппарата, дыхательной системы и резонаторов, сопровождающихся произнесением сложных звуковых конструкций, несущих смысловую нагрузку. Это создает необходимый фонетический строй устной речи, которая служит помимо коммуникативных целей средством развития индивидуального коллективного мышления. Для произнесения речи этого мало. Для того, чтобы быть понятыми другими и лучше понять самого себя, нужно овладеть речевой грамматикой и лексикой. Язык достаточно консервативная система, он содержит в себе опыт мышления предшествующих поколений. Когда ребенок осваивает родной язык, он вольно и невольно приобщается к семантике. То есть семантике, смыслообразованную, системе коллективного мышления своих родственников и предков. Ребенок является частью этнического коллектива. Вместе с освоением речи он усваивает опыт и стиль мышления родовой глупой популяции, частью которой он сам является. Родовая память поколений содержится не только в семантических, смысловых языковых кодах, но и в лексике и грамматике языка. Именно поэтому ребенок невольно ретранслирует определенное этническое групповое сознание, от которого он не может отказаться, являясь сам частью этносогруппы. Получается взаимная конструкция. Семантика языка определяет синтаксис, а сквозь ребенок, усваивая синтаксис и фонетику речи во время своего индивидуального развития, через них постигает семантику языка. Овладение языком на уровне индивида происходит в результате копирования поведения и умонастроения взрослых. Призву по подражанию им в той или иной ситуации. Ребенок быстро запоминает, в какой ситуации было сказано слово, и стремится использовать его в похожей ситуации. Для успешного овладения речью существует наиболее благоприятный синцидивный период с 0 до 6 лет. Если это время упущено, то в развитии психики ребенка могут наблюдаться необратимые отставания, недоразвитие, задержка развития. В этом случае говорят о психологической депривации, решении, порождаемой объединенной социальной или речевой средой общения, или и окружении ребенка, то или другое. Как предположил Наум Холмский, у ребенка существует врожденная генетическая способность к усвоению речи. Однако реализация этой способности зависит от социальной среды. Поэтому неудивительно, что ребенок в результате своего индивидуального развития копирует ту речь и ту социальную среду, в которой он сам находится. Если он с рождения слышит крики, матерную брань и пьяное бормотание своей матери и ее собутыльников, то удивляться не приходится, что он воспринимает именно такую речь, мышление с ней связанное и соответствующее поведение, которое возникает вследствие такого мышления, в качестве эталон и подражает им. Шансов, что из него вырастет ученый или искусствовед, маловато. С другой стороны, если ребенок с молодых ногтей погружен в богемную среду, где родители музыканты, постоянно обсуждают со своими друзьями музыкальные миниатюры, их исполнения, то шансы, что из ребенка вырастет музыкант, быстро возрастают. А если еще родители при этом упорно приучают ребенка к игре на фортепиано, заставляя его с детских лет по несколько часов просиживать инструменты, то эти шансы возрастают в геометрической прогрессии. Можно сколько угодно говорить о недопустимости насилия над психикой ребенка с позиции ювенальной юстиции, но детские слезы отольются у него в взрослом состоянии в кусок хлеба с маслом. По крайней мере, в этом уверены некоторые родители, мучающие свое чадо граммами и прочими защенными пытками. Как бы мы ни относились к балету, в области которого мы, как известно, впереди планеты всей, но из пятилетних детей в балетных группах лепят то, что требует сцена и хореография. У каждой профессии свой язык и свои методы обучения, есть музыкальный язык, есть музыкальная грамота, постижение их обязательно для будущего музыканта. То же самое верно и для художника. Умение рисовать воспитывается с раннего детства упорным трудом, если нет, конечно, врожденного таланта к рисованию. Если ребенку угораздило родиться среди ученых, где оба родителя занимаются общим делом, например, анатомы, то шансов, что ребенок постоянно слышал на кухне латынь при разделке курицы или рыбы, не станет тоже анатомом весьма небольшим. Язык постоянного общения формулирует, а вернее формирует у ребенка внутреннюю речь, основанную на этом языке и дает ему ключ в сокровочную сознание, накопленную носителем языка за их историю. Мышление такого ребенка, как промокашка, впитывает в себя вместе с грамматикой и синтексисом семантику, что составляет содержательную основу всякого языка. По-иному научиться мыслить, если он неосознанно обучился в раннем детстве ребенку, довольно сложно. Хотя, конечно, возможно при наличии усидчивости и желания со стороны самого объекта. Но это путь переобучения, по сути, связанный со сменой жизненной парадигмы. Новым мышлением способен пройти не всякий индивид. Объект неосознанного усвоения информации языка и базового мышления в раннем детстве в этом случае превращает самого себя еще и в субъект, который воздействует сам на себя волевым способом. Ну, это вот здесь мы видим переобучение специалистов. Современная психология вслед за ней и лингвистиков в целом отрицает такое явление, как деградация языка и мышления на уровне родового коллектива популяции этносовида. Индивидуальную деградацию психология в качестве патологического процесса развития все-таки рассматривает. Можно понять деградацию языка и мышления на примере племени Пирохан, живущего в Амазонии. У представителей этого племени отсутствует представление о прошлом и будущем. Они не нужны им. Они живут ситуационно, мыслят предметно. Отсутствие способности к рекурсии и умножению смыслов отмечалось у Пирохан многими исследователями. У них, в частности, отсутствуют слова для обозначения цветов и чисел. В результате сознания членов племени Пирохан их не фиксирует и не определяет вообще. Незлиг их беген, словарный запас худен. Умышление основано на представлениях, не на ментальных алипрезентациях, иначе представлениях, которые возникают у культурных людей в сознании, а на вещах и явлениях, которые они могут непосредственно наблюдать, только лишь могут. Ненаблюдаемое для них не существует. Так вертолет с приземлившимися исследователями их интересует своей новизной и необычностью. Однако в скуле после того, как вертолет улетает, то память о его существовании исчезает вместе с ним. Вероятно, все дело в том, что в языке отсутствует рекурсирование, умножение смыслов, дающее возможность выстраивать причины-следственные связи и предвидеть будущее, конструировать прошлое. Надо отметить, что всегда считалось, что способность к рекурсии – это то качество, которое отличает человека от животных. Предполагать, что это изначальное свойство языка сохранилось у перохан у своих первобытных предков, не приходится. Предков, судя по всему, никак нельзя назвать первобытными, ибо они перебрались в Южную Америку сравнительно недавно, около 15-20 тысяч лет назад. Остается предположить то, в чем предпочитают, не говорить эволюционисты. У предков перохан наблюдается деградация языка и мышления, причем уже дошедшая до весьма ощутимых степеней. Раз уж они пересекли в процессе регресса незримую черту, отделяющую их мышление от мышления животных, очень может быть, что эта деградация закрепилась уже на генетическом уровне. Как обнаружили исследователи, создавшие перохан специальную школу, чтобы выправить социальный дефект, дети перохан плохо обучаем и с трудом могут воспринимать представление, которое находится в них их собственного опыта. Скорее всего, коллективное индивидуальное мышление у предков перохана от поколения к поколению теряло способность воспроизводить ненужные им в последовательной, а в повседневной материальной жизни абстрактные смыслы. Вслед за мышлением деградировала и структурная основа языка, фонетика и синтексис. Сначала смысл, а потом уже грамматический строй языка, фонетика и синтексис. В этой связи примером, который, конечно, нельзя считать единственным, среди аборигенов удаленных районов Земли отсутствие рекурсий, также зафиксировано. Например, речь Ятмулов из Новой Гвинии, она тоже отсутствие рекурсий у них. В среди сосказанных, ну а есть там и каннибала, прежде всего прочего, в среди сосказанных возникают мысли в нашем, а может и не тот каннибал, это надо смотреть, возникают мысли в нашем мышлении, которое мы называем культурным и цивилизованным. «Таким ли культурным является современный цивилизованный человек?» Спросим мы сами себя, как он нам представляется. А не утратили ли наши предки нечто такое, что было у людей Верхнего Палеолита, карманюнцев в широком смысле этого слова по меткому выражению ГП Дебица, советского антрополога, внезапно появившиеся на этой планете около 50 тысяч лет назад? Нельзя исключать, что и наше мышление, то есть цивилизационного человека потеряло ряд важных смысловых значений и лингвистических конструкций, оформляющихся их в языке, эти лингвистические конструкции. Может быть и у нас, и у наших детей в процессе индивидуального психического развития имеет место недоразвитие психики, не позволяющие нам обнаружить и закрепить везде в языке важные смысловые константы происходящего. Как предполагают лингвисты, человеку нужен речевой акт, порождающий речевое высказывание, чтобы в должной мере осуществлять постижение смысла сказанного, а затем промысленного. В этом случае сам человека, окружающего люди оценивают такое высказывание автономно от самих себя, от своей психики, оценивают это высказывание как самостоятельный объект, несущий образ смысл, то есть смысл и образ одновременно, над которым можно подумать. Независимость речевых высказываний позволяет устанавливать новый субъект объективной связи, объектной внутри своего мышления. Иными словами, людям нужно постоянно мыслить словами, общаться, говорить, обмениваться мыслями, чтобы постигать самих себя. Это одно из условий психического развития больших коллективов людей, устанавливающих между собой язык общения. Если это условие будет выполняться, человеческое общество будет развиваться, постоянно постигая, открывая на себя новый смысл существования. Если условие это не будет реализовываться по какой-либо причине, например, в результате самоизоляции отдельного коллектива людей, желающего уберечь свое развитие от дальнейшей трансформации, то общество таких людей будет стагнировать и при запущенной форме будет деградировать, что проявит себя в утратах смысла существования и потери речевой конструкции, которые эти смыслы оформляют. Конечно, нужно надеяться, что до состояния племени Пирохана общество культурных людей не дойдет. Можно, конечно, так надеяться и нужно. Но тенденция, наметившая последнее время на Западе, неутешительное сведение смысла существования к массовому потребителю товаров и услуг, производства их в промышленных масштабах, таит в себе в такую опасность. Человек-потребитель и человек-производитель становится сам себе неинтересен. Он ориентируется на внешний мир, и его мышление с большим трудом может создавать ментальные представления, или, как говорят психологи, ментальные репрезентации с этим миром связанного. Все это мы можем видеть на примере распространения и упрощенной версии английского языка «Глобиш», который насчитывает 1500 слов. Этот язык был искусственно создан для, так сказать, вне институционального и, так сказать, вне общения, межнародного, да, вне интернационального общения, который насчитывает 1500 слов. Люди общаются на нем, используют упрощенную грамматику, говорят медленно, активно жестикулируют, используют мимику. Понять их можно, а они стремятся стать частью англосаксонского мира. По большей степени это и наговорящие подданные других стран. Туристы, потомки бывших рабов, официанты, бармены, фитнес-тренеры, менеджеры, уборщики, проститутки, сутенеры и так далее. Этот язык не для думы, не я, даже не для общения, а для установления быстрых и быстрых бизнес-отношений. Для совместного излечения прибыли, из чего только можно и чего нельзя. Но этот язык, опять-таки, повторюсь, не для думания. Сложность устройства голосового аппарата и сложность физиологии, речевой деятельности, а также управления ей указывает на врожденный характер языка. Язык не только средство общения, но средство самопознания и познания, а также виртуальное коллективное хранилище родовой культурно-исторической памяти и информации. Языком человек, приходящий в этот мир, должен обладеть самостоятельно, но при помощи взрослых из числа своего социального окружения. Но создал такую возможность для него, для этого человека, несомненно, создатель человеческих тел – Бог. И создал Бог человека, говорящим сразу. Язык обеспечивает базовую потребность человека в познании. В структуре языка в распределении слов, категориям и создания понятий, формулирования суждений, установления на основе суждений и заключений заложена когнитивная функция. В структуре языка в распределении слов по категориям и создания понятий, формулирования суждений и установления на основе суждений и заключений заложена когнитивная функция. На этом практически не обращают внимания эволюционисты, видящие в языке, в первую очередь, коммуникативную функцию. Между тем, именно познание является той главной функцией, целью, для которой был создан человек. Возможность к рекурсии бесконечному умножению смыслов при помощи новых слов, понятий, суждений и заключений, заложенные в родном языке, превращает его в инструмент познания. Сложность восприятия рекурсии обычными гражданами ограничена возможностью их памяти. То есть, имеются когнитивные причины, а не лингвистические, чтобы они как бы перегревались излишне и хотели сразу посмотреть телевизор. Или что-нибудь на хорошее в цветочке там и так далее. Рекурсия позволяет родному языку развиваться поистине бесконечно. На основе этого языка могут сформированы, будут другие специализированные отраслевые языки. Например, язык архитектуры, военного дела, язык строительства, музыкальные, художественные языки, язык скульптуры и так до бесконечности, математический язык, язык формальной логики, диалектика, язык программирования компьютеров и т.д. В прошлом создание специализированных отраслевых языков на основе родного разговорного обеспечивало создание новых отраслей знания и невиданный взлет цивилизационных достижений в разных районах мира в разное историческое время независимым образом. Причем этот взлет мог происходить независимым образом в кратчайшее время. Это делает существование древних протоцивилизаций прошлого, как то Атлантида, Лимурия, Гиперборея и другие, о которых мы ничего не знаем, тем более чем вероятно. Остатки циклопических сооружений, неведомым образом возведенные по всей планете, являются ярким примером тому. Взлет древнейших цивилизаций в историческое время, Вавилона, Шумера, Харапа, Египта, Майя, Ингов и других, связан тоже с этим. Не было неведомых инопланетян, построивших пирамиды в разных районах мира. Как на том настаивают сторонники полеоконтактов, казанцев, Деникина, Скляров и другие, были народы, независимым образом происходившие и переоткрывавшие уникальные знания, применявшие эти знания на практике. Неповторимость и уникальность цивилизационных достижений прошлого делает такой сценарий развития более чем вероятным. Цивилизации прошлого могли существовать локально и недолго по историческому времени. Деградация языка и культуры так же неизбежная, как и развитие быстро наступало после того, как разлучительница собрания, разлучительница наслаждения и сама смерть уводила из жизни выдающихся носителей знания и носителей языка. А их потомки, если не обеспечивали восприемственности языка и культуры, взирали на великолепные пирамиды или на висящие сады семирамиды, как небывалое чудо света. Таким образом, развитие цивилизации прошлого происходило взрывообразно, дискретно, нелинейно. Это никак не могут понять эволюционисты, постоянно талдычащие о линейном эволюционном развитии не только от человека, произошедшего от ископаемой обезьяны, но и современной цивилизации. Оно тоже у них развивается линейно. Материалисты и многие эволюционисты объясняют развитие общества сменами экономических формаций, первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, социалистической, коммунистической. Кто знает, чем закончится взрывоподобный рост развития современной цивилизации, гибели или дальнейшим развитием? Большой вопрос. По крайней мере, нельзя исключать, что стагнации, упадок, а затем исчезновения современной цивилизации вполне могут произойти, несмотря на то, что такой сценарий даже в принципе не рассматривают эволюционисты и материалисты. Все зависит от того, сохранят ли, упрочат ли свои позиции носители современного языка и смогут ли они с помощью этого языка и мышления понять и предотвратить те угрозы, которые возникают и уже видны невооруженным глазом на пути развития современной цивилизации. Деградация языка и мировой культуры, которая наметилась в последнее время, несет в себе реальную опасность для дальнейшего существования современной цивилизации. О том, что психическая деградация явления реальная, а не внимая, из этого явления теснейшим образом связанная с языком, видно хотя бы на примере деградации «бессмертного» учения Маркса Ленина о марксизме-ленинизме. Как только из лексикона современных людей исчезли специфические марксистско-ленинские термины, определения и понятия, то и сам факт эксплуатации человека человеком стал не столь очевиден для многих. Когда нет носителей языка, то и само явление, описанное этим языком, быстро исчезает из общественного сознания. Тем не менее, достижения советского строя, созданные усилиями миллионов людей, убежденных в верности марксизм-ленинского учения, более чем за 70-летнюю историю СССР, еще зримые и реальные, никто пока не отменял. Они есть, они перед нами, но повторить такие достижения вряд ли получится, несмотря на все усилия. Почему? Потому что у тебя язык и его основа сознания определенная. Ну, так скажем, диалектика марксистско-ленинская. Или, как они нас уверяли, так сказать, может быть, это субвестие, а не диалектика. Эволюционное учение живет и здравствует, но уже наметились тенденции к его стагнации и вырождению. Врожденное топтание на месте, выраженное топтание на месте теоретиков эволюции тому свидетель. Это явный признак того, что, очевидно, оно скоро завалится на бок, то есть это эволюционное учение. Невозможно жить вечно прошлыми достижениями Дарвина, Гекеля, Дексли, Спенсера и так далее и тому подобное. Потомками будет непонятно, кто построил египетские потомкам нашим. Непонятно будет, кто построил египетские пирамиды, создал СССР и теорию эволюции. Это все будет казаться им призрачным, необъяснимым, если языком мышления, с которым это создание и свершение были связаны, канет в лету. В этой связи можно вспомнить культ Карго, когда аборигены строят соломенные самолетики и поклоняются им как идолам, в надежде, что из них выпадет очередная порция гуманитарной помощи. Конец фильма. В общем, получилось немножко длинновато, но тем не менее, если есть какие-то вопросы, быстренько-быстренько я отвечу. Если нет, ну что вы сидите, как завороженные. Да, вот у нас кандидат, вернее, доктор философских наук. Так, Владимир Владимирович Михайлович. Ну что вы, скажите что-нибудь. Хорошо, я принял, принял сведения, надо поправить, наверное, кое-что. Вы хотите вопрос задать? Я хочу продолжить. Ну, хорошо, сейчас вы продолжите. Так, но если нет вопросов, тут просто о духовном потреблении, скорее всего, надо какой-то другой термин искать. Что значит потребление? Язык, он охватывает общность. Все люди, которые говорят на языке одно, они входят в эту общность. Когда теряются носители языка, то и смысл, семантика, которая связывает в эту... А как раз же информационное потребление идет через язык? Какой раз? Что-что? Через язык идет информационное потребление? Потребление информации человека? Ну вот, допустим, глобиш, созданный искусственный язык английский. А через него плохо идет? Вы же сами говорите, что он примитивный, но через него информацию сложную нельзя потреблять? Сложную нельзя, но простую можно. Пойди в церковь, пять копеек там этому святому дай, и будет тебе все. Вот, почему можно? Ну, как бы, непонятное дело, что деградация. В общем, надо психологам признавать, что существует явление стагнации, деградации языка и мышления. Если они это не признают, мы будем просто не видеть явление. А что для этого нужно, чтобы стагнации не было? Ну, как что? Развивать язык и мышление. Мы можем построить пирамиды, мы можем построить Атлантиду, мы можем даже построить гиперборею с Лемурией. Но для этого нужен язык. А как вы видите развитие этого языка? Ну как? Ну, без носителей этого языка невозможно. Я же не могу сам с собой говорить. Ну, допустим, у меня в голове крутится, я знаю, как построить Атлантиду с гипербореей. Но вы-то не знаете, а мужики не знают, как в рекламе. Я же должен мужиков обучить. Ну и баб тоже, извиняюсь за выражение, женщин наших любимых, тоже должен обучить. И тогда мы построим Атлантиду. И черт нам не указ. Надо стремиться, чтобы мы все-таки остались на этой планете. У тебя не хватит на все готовы. Так? Ну, он пока ставит, подготавливается. Да? Он сейчас... Да. Значит, все-таки нужно, чтобы мы остались на этой планете Земля. А это самое главное. Когда никого не будет камня на камне, тогда... Все. Давайте я вообще-то увидел. Почему? Нормально.